Как их можно познавать? В среду я встречался с этим депутатом, он, между прочим, начал беседовать с вопросом, а вы действительно верите в Деда Мороза? Как вообще об этом можно говорить, когда Деда Мороза не существует? Надо ли вообще детям рассказывать такие сказки? По ходу беседы выяснилась одна интересная вещь, что он, вообще говоря, человек близкий к науке, и если с ним говорить на языке, понятном с точки зрения науки, то он понимает, что да, Дед Мороз – это метафора, но наши возможности общения с некими существами другой природы, условно называемой божественной природы, не только нами называемой богами, да, у многих народов называемых богами, и во многих других религиях, в том числе в афранических называемых богами, да, что такая возможность им не исключается, даже с точки зрения науки. Вот, это смотря как подойти к этому вопросу, то есть есть разные категории граждан, одни действительно тёмные, другие граждане как бы ищут чего-то своего, третьи граждане хотят опираться на науку, четвёртым гражданам вообще всё пофигу, включая и родовые отношения, и семейные отношения, и наши истории, и так далее, да. Надо понимать, с кем ты говоришь, да, и с разными категориями надо говорить на разном языке. Я вот понимаю, что среди родноверов есть язычников, есть люди верующие и неверующие. То есть они называются родноверами, а на самом деле богов не верят. И таких, на мой взгляд, большинство, процентов может быть 80, а то и вообще 90. Судя по тем опросам, которые я имел возможность проводить ВКонтакте, и на сайте, там, на сайте 100 человек, там, скажем, 85 богов не считают личностями, да, там, в свободном опросе ВКонтакте где-то из 50 человек, примерно 40 богами называли эгрегоры, архетипы у них есть, энергии, есть безличностные силы, есть просто какие-то там образы, созданные мифологией, в сознании людей субъективные, да, некоторые говорили, что это мы сами боги, и что это наши какие-то, значит, обожественные предки за большие заслуги перед, так сказать, потомками, о чем потом, значит, люди забыли, так сказать, что они когда-то были простыми людьми, да, и стали считать их богами, да, под этими именами, да. Ну, в общем, был такой вот перечень, как бы список, это был открытый вопрос, то есть я не галочки не просил ставить, да, просил ответить, кто для вас боги, да. Вот люди в свободной форме ответили, среди них, ну, порядка, вот, как бы, 10-15 процентов все-таки назвали богов личностями, да, и личностями отличной от человека природы, да, божественной. Вот, что, собственно говоря, есть эта природа, да, кто есть эти боги. Собственно говоря, вопрос имеет очень древнюю историю, да. Многие люди задумывались за нас над этим, многие пытались почувствовать богов в личном общении, и получали определенные результаты, как мы знаем, из мифологии, из разных религий, получали разные ответы, у разных народов боги присутствуют под разными именами, хотя, вроде бы, отвечают они иногда за одни и те же, так сказать, вещи, да, одна сфера компетенции у них, да, ну, там, взять Перуна, да, например, да, Перкунуса, да, там, Зевса, да, там, Индру, или, там, Дашбога, там, Бальдорода, там, Фрея и так далее, да, есть боги у разных народов с разными названиями, и люди считают себя, там, мы считаем себя внуками Дашбога, да, там, свороженными, там, внуками, да, есть люди, которые тоже считают себя детьми из Солнца, да, там, другие народы, да, и их немалое число. Спрашивается мы, дети, внуки одного и того же бога, или это разные боги, да, и как вообще так получилось, что множество людей, так сказать, на земле живет, да, и мы, так сказать, называем их разными именами, но они одни и те же или разные. Ну, в частности, вот пытались на этот вопрос ответить античные философы, да, один из них Ямлих, ученик, там, Плотина, да, там, человек, следующий платонической традицией к неоплатонизму, пожалуй, один из тех, который впервые поставил, там, вопрос о божественной природе в книге «Египетские мистерии», «Египетские мистерии», еще у него есть одно произведение, касающееся божественной природы, там, сложное название, ответ Абабдона, Порфирию, учителю Абедона, да, вообще, говорят, сам он жил в Сирии, да, и возглавлял некую сирийскую философскую школу, да. Так вот он задумался о божественной природе, один из первых античных философов, попытавшийся разобрать это с точки зрения философии Платона, неоплатонизма, да. И, пожалуй, именно этому чайку мы обязаны последующему богословию и христианской философии, да, если ее можно так назвать. И еще раз, какому человеку? Я. Это философ позиалитичность, не философ, жрец, это же языческий жрец. Ну, да, он был посвящен в египетские мистерии, да, то есть, сирийские, да. Так вот, значит, он использует метод Платона и задается вопросом, метод его рассуждения следующий, да. Ну, среди людей есть люди хорошие, а есть люди лучшие, да. Среди всяких родов живых тоже можно найти, как бы, рода не очень хорошие, можно найти хорошие, а можно найти самые лучшие. Но, если мы говорим о богах, то мы должны признать, что боги должны быть лучшими из лучших родов. И среди людей, и среди любых других живых и разовых существ. А что такое лучшее, задается вопросом Яблера, да. А лучшее, это то, что совершенно, лучшее, это то, что вечно, лучшее, это то, превзойти, чего худшее не может. И худшее своим разумом и мышлением, оно не способно вообще подняться для этого лучшего, оно настолько худшее, да, оно настолько хуже этого лучшего и совершенного, что как может оно вообще разуметь лучшее, да. Вот метод рассуждений Явриха, который отчасти он почерпнул Платона и других, значит, из античной философии, и перенёс это, можно сказать, в богословие, потому что от него, собственно говоря, сам был языческим философом. У него учились многие последующие христианские философы и богословы. У него тоже там была такая ситуация, вообще говоря, тот же там Агустин Блаженный, когда-то был язычником. Отец его был язычник, знатный, да, мать его была христианкой. Сам Агустин, который попозже стал Блаженный, был, вообще говоря, большим распутником, бабником, язычником по полной программе, когда, значит, даже, значит, стремился стать жрецом, учился у языческих философов, да, но в какой-то момент он познакомился с учением Явриха, да, и задумался тоже вопросом о том, что такое Боги, и когда он сопоставил это с христианским учением, он пришёл к выводу о том, что вот лучшее-то оно не от мира сего, оно вне этого мира, да, дальше появляется после Августина Блаженного и, там, значит, другой прияды, вот этих, значит, богословов, философов уже христианских, которые, ну, фактически предали своих языческих учителей, да, и переметнулись, так сказать, на сторону христианства, дальше появляется рассуждение о том, что Бог – это нечто неестественное, да, не от мира сего, он находится вне мира, он находится вне пространства времени, он не, фактически не может быть познан силами нашего мышления, он вездесущий, всюду проникающий, он, ну, как бы всё совершенное, так, что может быть в плане разумного, да, он всезнающий, он всё может, да, вот вам христианская, как бы религиозная и религиозно-философская концепция божества, да, божества, которые не от мира сего. Дальше следует следующий ход по мере развития христианства, там, мрачное средневековье, да, значит, каким-то образом остатки языческой философии проникают вместе, значит, с арабскими просветителями, там, через Испанию, Каталонию, через каких-то, там, значит, остатки трудов в монастырях и через Византию, Византия пыталась соревноваться с арабами в плане, значит, просвещения и позволяла некие вольности, да, там, значит, философские, в том числе распространенные трудов, да, то есть им не хотелось отставать от, там, персов, там, в частности, там, и мусульман, которые, можно сказать, куда переехали языческие философы, изгнанные из, в своё время, из Римской империи, да, за своё язычество. И язычки фронтов там основали в Гентешапуре, значит, ну, по сути дела, первый университет, и арабы позволили, значит, этим университетом умножиться и распространиться во всех крупных городах, в том числе в Испанию. Вот таким образом язычество и, так сказать, просвещение начинается по Европе, да, возвращаясь вместе с арабскими, так сказать, уже философскими трудами, которые подчеркнули многое чего, так сказать, по языческих философов. И возникает век просвещения, и дальше к нам возвращается, собственно говоря, наука, которая начинает переосмысливать и критиковать. Скажи, какой эпохе ты сейчас говоришь, что арабский мир, посвещение, языческий университет, это какая эпоха? Это эпоха уже, ну, собственно говоря, 13-14 века. То есть это уже существует? Да, существует ислам. Тем не менее, ислам, позволяем языческим, так сказать, жрецам изучать веще природы. Да, ислам был, тем временем, гораздо более терпимым и способным к восприятию научных идей, и в том числе языческой философии, чем христианским. Каким вот образом? Про богов, про... Да, вот у меня есть замечание, что ты очень глубоко ушел в историю, а... Я просто хочу, я и суть ее просто появился, и я понимаю, там, христианство взялось и на Божие. Какие боги есть, и как их можно познавать? Вот изначальная тема доклада такая, давай ближе к теме, да. Это все очень интересно, но мы, к сожалению, должны ближе к теме. Потому что там были языческие философии, паши, и все остальные. Так вот, на этой фоне возникает атеизм, который говорит о том, что боги, вообще это некая христианская придумка, что ничего сверхъестественного нету, что богов нету. Ну, понимаете, то есть это как бы атеизм, он определенным образом отрицает христианское философии и богословия, я сюда веду, да. И на этом фоне появляется определение религии, как чего-то сверхъестественного, да, значит, чего люди создают в своей голове, в том числе образа неких якобы богов, которых на самом деле нету действительно, да. Ну, потому что это все, они отрицают, атеисты отрицают христианство, а христиане отрицают языческое существо богов, как богов в этом мире и живущих как бы среди нас богов в этой природе. Вот почему. Ну, я вспомнил, я просто не понимаю, почему Перу, Велес, там есть Сирия, Византия, вот эти все страны, вот эти все, которые там в шестовековье. Мы показывали историю познания богов, знаешь, историю познания богов, знаешь, историю подхода, историю познавания божественной природы. А подход на Руси, который будет в 4504, это персональный или тоже такой? А мы не знаем, у нас нет источников, которые бы говорили о том, как наши крепкие познавали богов, кроме, кроме вот как бы нашего... А как-то нам это поможет вообще, вот эти знания, которые вы создаете, всемирные, вот эти про всех богов и наши, собственно. Ну, мне вот не было интересно, как действительно, кто такой Крисперон, это есть личность или это есть... Хорошо, давай так, вот ты его сориентировал, что надо ближе к теме быть. Насколько он может быть ближе к теме, он будет говорить. Хорошо. Хорошо, да. Я продолжаю, да. Значит, вот такова история атеистического представления о богах, такова история христианского представления о богах. Собственно говоря, языческого исследования природы богов до сих пор толком не было. Оно остановилось фактически на Яблихе. И там может быть несколько последователей и философов, которые в духе Яблиха тоже рассуждали. Всё дальше свелось к христианской философии, вот этой, значит, христианской идее трансцендентного внемирного божества. Это же и мусульманское представление, это же и иудейское представление, да. Языческого исследования и познания сути божественной природы до сих пор не было. В смысле, были в Греции, были во имя, так сказать, просто все источники уничтожены. Просто уничтожены христианами, так сказать, на протяжении тысячелетий. Мы даже не можем сказать, что они уничтожены, потому что никто не записал. Да, уничтожена Александрийская библиотека, но что там было, мы не знаем. Нет, ну, так сказать, есть ответы, так сказать, крупнохристианских, так сказать, деятелей на некие языческие первоисточники и высказывания. И вот они, так сказать, как бы, отвечая им, их упоминают в том числе. Если они упоминают в том числе, значит, они, так сказать, как бы не из головы выдумали, все противники, значит, они были на самом деле. Соответственно, это труды имели место, так сказать, и в Риме, и в Греции, и достаточно были развиты, на самом деле. Ну, у меня вопрос, какая цель вашей лекции, ну, по цели, там, строятся определенные действия. Вы, простите, что это, опоздали, да, какая именно цель вашего доклада, или что вы... Название моего доклада «Кто есть боги и как их познавать». Речь идет о том, что в современном родноверии очень различные представления о богах, не только в плане пантеонов, но и кто это есть такие... Я понял, что «Кто есть боги и как их познавать». И я начал с, как бы, истории познания богов, как пытались их познавать, ну, по крайней мере, средствами философии, благословия, да, и науки, да. Вот наука, ну, по крайней мере, как бы атеисты отрицали существование богов, ориентируясь на научное, как бы, мировоззрение и метод, да. И вы даете знания, как с ними общаться, и у вас есть какая-то структура... У меня есть свой опыт, да, и я хочу им поделиться. Он у вас структурный. Я просто вот услышал, что сейчас, по большей части, вы рассказываете, вы делитесь информацией без структуры и без какой-то, ну, без действия о том, что какой вы умный. И, ну, вы действительно умны. И вы рассказываете, что все это время вы узнавали, но людям, ну, мне, по большей части, мне интересно, что вы делали и как вы к этому пришли. А если вы это структурировали все и сказали, вот, я сделал то-то-то-то... Мы доверяем лектору. Вот лектор действительно много лет занимался язычеством, и как он к этому пришел, это вот сложный, тяжелый, отдельный вопрос. Сейчас он излагает объем знаний, кто есть боди и как их можно познавать. Я думаю, что сейчас, сказав несколько слов по истории вопроса, он берет к конкретному опыту. Это так? Да, это так. Давайте терпением наберемся и выслушаем чего-то. Ну, собственно говоря, вот я, как человек, в общем-то, связанный с наукой, я, поэтому и так излагаю сперва историю вопроса о том, как ее представляли другие. Следующий вопрос, который я бы хотел рассмотреть, это вот, собственно говоря, природа богов, как она могла бы исследоваться с точки зрения языческой современной философии и, возможно, с точки зрения науки. Возможно, с точки зрения науки. То есть я не утверждаю достоверно, что наука может познавать богов, но я полагаю, что такая попытка возможна. И, по крайней мере, некоторые движения в эту сторону, с моей стороны, были сделаны, как, я знаю, и некоторые другими людьми были сделаны. В первую очередь можно сравнить представление о боге с точки зрения язычества, как это представлено в разных мифологиях, в разных языческих религиях, и с точки зрения в ранической религии. Вот целый ряд сопоставлений. Значит, бог языческий, это моя точка зрения, но она основана на изучении источников разных мифологических систем, религиозных. Бог языческий присутствует в этом мире, он часть этого мира. Бог амрамический, что христианский, иудейский, и мусульманский, он находится за пределами этого мира, он трансцендентен. Изучать его никак невозможно, потому что он вне этого мира. Всё здесь ясно. Бог языческий, это личность. А многие христианские богословы-философы отрицают, что языческие боги – личности. Но если внимательно посмотреть мифологию, даже взять поэму о Гильганеше, древнейших текстах, это личности. Мы просто видим по текстам и мифологиям, что боги ведут себя как сознательные личности, и не просто сознательные личности, а как личности, способные к рефлексии. То есть, если мы берём источники евромические, Коран, Новый Завет, Ветхий Завет, мы видим, что бог не способен к самосознанию и рефлексии. Он не совершает ошибок, и он не рефлексирует. Я по крайней мере. Его рефлексии наказывают. Да, он карать. Карать, совершенно верно. Он ревнивец, он кидается камнями в граждан города, которые иудеи осадили. Он доходит вплоть до этого. И камнями побил народу больше, чем еврейское войско вместе взятное. В чем это рефлексия? Это поведение, вообще говоря, рептилии, которая разгневанная в ярости, бросается на того, кто ведёт себя не так и не подчиняется. То есть рефлексия – это самоосознание, самоанализ и исправление положения на основе этого самого анализа? Да, да. Это способность признавать, в том числе, свои ошибки. Боги язычески совершают ошибки. И они их признают, они их исправляют. Боги евромические не совершают ошибки. Они столь совершенные, по-явленному, да, что они просто не способны их совершить. А поэтому незачем, вообще говоря, заниматься самосознанием. Зачем они нам нужны? Они нам не нужны. Нужны. Надо больше всего интересовать ваш доклад, Деонид, что же такое языческие боги. Вот я вам это скажу. А это будет относиться к области бедии. Благородное движение игнорирования. Нету. Позвольте мне, не подвозь. Ни камни не бойтесь, ни к этому. Следующее качество, да, вообще говоря, человек отличается от многих других там животных тем, что он способен смеяться, способен к юмору. Языческие боги смеются, они способны шутить. Украинские боги не смеются. Я встретил единственный факт, я встретил единственный как бы в Коране, да, факт, когда Аллах засмеялся. Он засмеялся, тогда жестоко расправлялся с каким-то неверующим. Ему было весело от того, как гибнет и мучается человек, да. То есть это как бы не столько смеха, это сколько агрессия, да. А боги языческие способны коллективно принимать решения. Мы это знаем тоже по мифологии из многих источников. Боги собираются на собрания, и они коллективно принимают решения. Боги языческие, ну понятно, что поскольку у богов аврамических нет коллектива, сила то, они этим не занимаются. Боги языческие способны вообще говоря, в том числе, не просто обманывать, ну не просто совершать ошибки, но и вообще говоря обманывать, да, вводить обман. Боги аврамические, они вообще говоря, тоже как бы способны. Но как бы их обман, он не имеет никакого как бы плана, они просто не держат слова, потому что их обман держится на том, что их решение абсолютно произвольное. Они вершат полный произвол, они никак не связаны с этим миром, с его законом. Боги языческие подчиняются законам. Законом здравственным, законом природным. Боги аврамическими находятся в дни всего этого, они даже находятся в недобра и зла. Потому что что они скажут добро, то им будет добро, а что скажут зло, то им будет зло. И в том числе в качестве добра они насылают, значит, всякие жесточайшие испытания, да, и люди там ждёт гибель, для того, чтобы проверить, насколько они веруют в этих богов, да. Вот сопоставление качеств и свойств языческих богов, языческие природы языческих богов и природы аврамических богов. Это разная природа, да. То есть как бы одни боги вообще, говоря, вот, надо правильно говорить, внеприродные, да, другие боги действительно природные. И их природа, она близка нам, людям. Потому что для нас боги являют в этом отношении образцы. Образцы нравственности, образцы способности к самосознанию, к рефлексии, да. Образцы самосовершенства и способности преодолевать свои ошибки, признавать и преодолевать. И этими образцами наши боги близки и дороги, в общем говоря, нам, да, родноверно. И таковы боги, по сути дела, во всех языческих традициях у всех народов, да. Хотя, может быть, эти качества не во всех религиях представлены, как бы, в полной мере, но если взять разные источники, если взять индонерийские тексты, там, мифологические, если взять, там, древнегреческую мифологию, если взять, там, наши сказки, да, то вот такие вот свойства языческих богов. Теперь, значит, следующий вопрос, к которому бы меня хотелось, значит, остановиться. Личное взаимодействие с богами. Как мы лично входим в это взаимодействие. Та же мифология даёт нам некий ответ, как люди отдельные встречались с богами, как они входили в взаимодействие. Да, я не сказал ещё очень важную, возможно, вещь, да. Боги языческие рождаются, умирают и возрождаются. И это многократно показано, в том числе они жертвуют собой ради людей. Тот же Прометей, не стану вообще, говоря, ничем не отличается от богов, к своей, так сказать, любовью, да, предвидя, что он будет спасителем человечества, и именно его сын останется женой, да, или не единственным после потопа в живых, да, он заранее, предвидя это, идёт на то, чтобы одарить людей множеством даров и знаний, да, и целительных, и таких, и сяких, и уйдут против воли Эльзерса, и тысячи лет, значит, прикованный к скале, да, там, орёл куплёвывает у него печень, он терпит для того, чтобы его потомки, фактически, вот мы, живущие современные люди, вот с точки зрения древнегреческой мифологии, потомки Прометей, прямые, он жертвовал ради нас. Чем эта жертва хуже жертвы Христовой, да, Христос один день повисел, да, там, а Прометей висел на кресте, там, значит, тысячелетия, да, вот, и выдержал это испытание, да, вот. Умный к скале, да, у креста. Да, умный к скале, да. Так вот, есть множество примеров, тот же Одиссей, да, находит покровительство у Афины, у Павады, да, и она содействует ему во всех испытаниях. Он общается с ней, она является ему. Мы знаем, во многих мифологиях боги приходят, встречаются с земными женщинами, и у них рождаются люди. Это ещё, кстати, качество языческих богов, потому что боги вполне могут сочетаться с человеческой природой, да, и у них, ну, может появляться совместная, некая, некие плоды их. Весёлые детки появляются. Да, и детки появляются, и плоды совместной работы, потому что они могут вместе бороться, и вместе участвуют, вообще говоря, по сути дела, в сотворении мира. Это вот то, чего мы делаем, вообще говоря, на обрядах. Мы вместе с богами включаемся в общее сотворчество с ними, да, в сотворении мира. И для многих верующих язычников очень важен вопрос, да, а каким же образом найти какую-то личную связь с Богом, да, как соприкоснуться с этой реальностью, с этой божественной природой, не вполне нам известной, да. Вопросы, связанные с возможной наукой и как наука могла познавать богов, я пока отпускаю, да, потому что присутствующим этот вопрос неинтересен. Ну, может быть, отдельно любым интересен. Мы можем из источников, из мифов следовать поединению людей, как они встречались с богами, как они вызывали богов, как боги откликались на их обращение, и поступать точно так же. Ну, в частности, есть некая структура обращения к богам, которую можно найти и в индоиранских источниках, там во вести, и в гимнах богах, богам греческих источников, да, и в регведе можно найти структуру этого обращения к богам. Человек обращается к богу, называет определенные его качества, с чем этот бог имеет дело, да. Там, ты, там, Афина многомудрая, да, там, покровительница, там, Афин, да, защитница и заступница. Одиссей мог бы сказать, да, помнишь, как ты помогла мне в моих странствиях, да. То есть человек указывает, если он когда-то имел отношение с богом, он лучше всего, если он укажет на это событие и напомнит богу, то есть признавая богом личностью, с которой можно общаться, точно так же, как человек может общаться с человеком, да. Там вот мы встречаемся с человеком, давно его не видели, да. А может, он даже и не знает, надо ему представиться, а если он нас забыл, надо ему напомнить, в каких обстоятельствах мы с ним встречались. А если он нам уже чем-то помог, и мы чем-то ему благодарны, надо сказать этому человеку, пусть при встрече, да, вот, о том, какого ты рода, да, какого он род, вот когда мы говорим об Эпититах, да, то многомудрая Афина, дочь Зевса, да, могущественного, да, там, ты там, покровительница того-то, ты, я благодарен тебе за то, что ты помогала нам, мне, да, в такой-то, такой-то ситуации, да, напомнить надо человеку, когда мы с тобой, мы с тобой вместе учились, мы с тобой вместе там ходили в поход, да, вот в отношении Бога, гимны, если они в отличности, да, и человек свое собственное обращение выстраивает, они должны строиться вот на этом принципе, любое общение любого разумного субъекта с разумным субъектом строится именно так, вот, указания на род, да, какого рода ты, да, какого рода ты, да, откуда ты род, да, с чем связан твой род, да, когда ты мне помог, в каких обстоятельствах, да, или с чем мы так были связаны по жизни, да, и дальше идет некое обращение к Божеству, а что, с чем, собственно говоря, ты к нему пришел, что ты от него хочешь сформулировать, эту мысль, да, вот, это обращение может быть личным, вот, я знаю, вот, Генн Топорков на прошлой встрече мне сказал, что мы, вот, вятичи ни о чем не просим богов, просить богов, типа, ну, и кто? Они говорят, что к богам обращаются, обращаются с личными просьбами, обращаются с просьбами о каком-то общердовом благе, и это вообще, говоря, нормальная вещь, если мы ни с чем не обращаемся к богам, то, собственно говоря, с чего мы к ним обращаемся-то? Непонятно, да? Как может строиться наше взаимодействие, если мы к ним ничем не пригоем, а только, ну, как бы, слава. Ну, слава, слава, там, Перун, ну, и слава, да? А чего Перун-то, ну, как бы, ну, он посмотрит на нас и скажет, ну, ты чего, да? У него и так много слави. У него и так, да, много слави. Да, по делу говори, да? Вот, что пришел-то, да? Вот, что надо мне, да? Вот. Вот, соответственно, эта мысль должна быть сформулирована. И, на мой взгляд, если просьба личного характера, человек показывает, как эта просьба, связанная с его личным благом, связанная и с общеродовым благом, с благом народа, и благом страны, если он показывает, как одна, как исполнение его личной просьбой приведет к какому-то большему благу для всего рода, Бог будет более благосклонен к тому, чтобы содействовать этому. Есть еще ряд условий вот такого вот личного взаимодействия с богами, да? Когда человек должен понимать, что Бог – это вот не то вездесущее, что как аврамический Бог, он все знает, все может, везде, всюду присутствует, в любой момент он все знающий, все может исчислить, и вообще все выполнить. все чудеса там какие угодно там, ты его там помолил, и вот тебе на чудо, да? Тебе на стоящей машине. Да, да, да. Вот. Боги языческие, ну, они в этом мире, они подчиняются законам этого мира, да? Они не могут быть сразу везде и всюду, и если множество людей обращается к одному Богу, да, там в одной ситуации, в разные стороны, да, то чего ему делать-то? Вы поставьте себя на место Бога, да? Как он должен себя вести в этой ситуации, что если одни хотят, то дай нам солнышко, да, другие говорят, пари нам дождичком у нас тут зной, да, вот, а третьи там вообще там хотят там еще чего-нибудь, да, там непонятно чего, да, вот. А некоторые вообще еще и перепутывают, как мне говорила одна язычница, она, значит, просила, значит, Перуна нагнать облака, и перепутала местность, куда нагнать надо идти, дожди, да, там. Красноярский край перепутывала с Краснодарским краем, но она хоть призналась в этой своей ошибке, да, вот. Так вот, надо понимать эти обстоятельства общения, да, что, ну, как говорил Геракрит, боги, суть смертные, бессмертные люди, люди, значит, суть смертные боги, да, и надо понимать, что это общение, оно будет тем более плодотворно, чем лучше мы понимаем, что наша воля может совпадать, в данном случае, с волей бога, с тем, что он хочет. Или, когда мы обращаемся, и можем понимать, что мы находимся в некой ситуации неопределенности, когда, в общем-то, богу, может быть, все равно, куда повернется погода, да, выпадет снег, или не выпадет снег, да, но если мы чувствуем, что вот сейчас такой момент, когда множеству людей нужно, чтобы выпал снег, чтобы земля закрылась, ну, по кровам нормальным, снежным, да, чтобы урожай сохранился, чтобы дети насаночка покатали, да, чтобы, ну, год нормально справить, да, а снега все нету и нету, да, и, как бы, мы понимаем, что, наверное, многие люди это хотят, да, мы понимаем, что уже не самокрым, не нужен, и нужен лишь какой-то импульс в этой точке, как бы, неустойчивости, когда мы чувствуем, что еще не просто мы этого хотим, да, но и что сама погода находится вот на какой-то грани, и нужен небольшой толчок, да, когда это произойдет. И если мы понимаем этот момент и в нужный момент обращаемся к Богу, да, что в его компетенции, к Марине, да, к стримбову, да, к Релесу, да, по поводу зимы, да, которая в этом, так сказать, действует и участвует, да, то вероятность того, что Бог на это откликнется и произойдет то, что мы хотим, значительно повышается. Я, по крайней мере, в личном своем опыте это многократно испытывал, да, и зимой, и это происходило в присутствии других людей, да, значит, это происходило. Ну, если необходимо, я могу там рассказать конкретный опыт, да, вот. Необходимо это? Что? Уже. Мой личный опыт, как мне... Обращение к Богу. Да, обращение к Богу. Да, обращение к Богу. Да, обращение к Богу. Это естественное дело. Это естественное. Если кто-то не умеет, они научат так. Раза два в клуб. Придут и научатся. Да. Еще два раза. Хорошо. Правильно? Тогда я пойду дальше, да, значит. Я пойду, значит, дальше об обрядовом взаимодействии. Кто не научится, я врачей наливать не буду. Есть возможность некого личного взаимодействия с Богами, личного познания, потому что, если вы один раз получили содействие Бога, вы можете опираться на этот опыт, входить в взаимодействие с этим Богом в следующий раз, и вообще некоторые люди обретают определенное покровительство этого Бога, особую какую-то связь с каким-то Богом, да. И понятно, что почитая всех других Богов, они чаще приносят жертвы этому Богу, чаще, так сказать, его упоминают, чаще о нем думают и призывают его на помощь в разных ситуациях. Есть обрядовое взаимодействие с Богами, когда мы коллективно входим в это взаимодействие. С одной стороны, обряды наши определенным образом структурируются традицией, да. Есть традиция, которую мы продолжаем познавать, да. Мы не все знаем. Мы двигаемся определенными шагами, да. Иногда большими, иногда малыми, да. Иногда мы открываем в своей собственной природе то, чего, может быть, мы не можем почерпнуть из источников. И поскольку наша природа и природа Богов, она близка. Это разная природа. Но мы все в одной природе, и поэтому мы связаны одним родом, да. Мы связаны одним родом, и в этом отношении это то, что дает нам возможность, вообще говоря, познавать Богов. Потому что, если бы мы не были связаны никакими родовыми отношениями, мы бы не имели бы вообще возможности к ним обратиться, да, и получить их помощь. Я должен сказать, что есть ряд случаев, которые описаны, и вообще русские сказки романсируют, что Боги могут приходить нам в помощь даже тогда, когда мы к ним не обращаемся. Они могут сами знать, когда это необходимо сделать. Важно только то, чтобы мы им не отказали в участии тогда, когда они к нам приходят, да, потому что мы можем их не опознать. Ну, вот, в частности, одна из притч индорийских, да, рассказывает следующую, значит, историю, да, значит, некий учитель великий обучал ученика и говорил ему, что Бог может явиться в разных, вообще говоря, образах, да, и что он должен быть внимательным и уловить этот момент, когда, в каком образе является ему Бог, и, соответственно, он прислушается, и вот возникла ситуация такая в деревне, да, слон разъярился, ворвал все цепи, начал крушить все подряд, давить людей, и вот учитель бежал вместе с другими учениками, но видит, как вот этот ученик, которому он объяснял, как взаимодействовать с Богами, стоит как вкопанный и смотрит, как завороженный на этого слона. в ярости топчущего все вокруг и не двигается. И учитель обращается к нему, беги к нам, беги к нам, а тот не двигается и стоит. И слон куда-то там пробежал, махнул там хоп, там, хорошо, что этот остался живой, но поломанный, да, и вот потом, значит, учитель стоит у, значит, значит, своего ученика, который выжил, да, и спрашивает ему, ну, чего же ты, я же тебя звал, он говорит, я подумал, что это вот Бог спустился, и что надо к нему обратиться. И учитель ему в ответ сказал, ну, почему же ты решил, что это Бог, ведь Бог говорил через меня, он тебя призывал спастись и бежать, но ты не услышал, вот, как иногда мы пропускаем важный момент, да, и Боги уходят сами по себе, видя, что мы не готовы вообще говорить с ними общаться, да, быть внимательными и улавливать определенные сигналы, это может быть и ветер, это может быть и какие-то особые природные явления, это может быть 8 минут, да, это могут быть и птица, которая неожиданно явилась и прилетела, да, вот, значит, особая проблема в обрядовом взаимодействии с Богами, чтобы мы вообще говоря вместе понимали, к кому мы обращаемся и верили в то, что действительно это Бог в личность, и что мы к нему именно обращаемся тем образом, каким необходимо. Ну, для этого надо познавать Богу, да, рассуждать о них, изучать традицию и учиться непосредственно в обрядах некой синхронизации действий, синхронизации нашего восприятия, да. Иногда это получается, иногда это не получается. я могу сказать, что некоторые язычники смотрят на обряд как некое театрализованное действие, в котором они должны словить некий кайф, какая-то энергия должна с ним зайти, пробить, и оценивают обряд, судя по тому, прошла энергия или не прошла, какое-то эзотерическое восприятие, и они потом делятся между собой впечатлениями. О, меня так ударило, а меня там никак не ударило, а мне понравилось, а мне не понравилось. Но ведь понимаете, мы же на обряд приходим не для того, чтобы понравилось или не понравилось, мы сонастраиваемся, мы входим с богами в определенное взаимодействие и общение, и мы даем некое коллективное делимся с богами нашей коллективной силой, которую мы можем с ними поделиться, и они делятся с нами этой силой и своими возможностями. В таких случаях, вот тем, которые не верят, надо слона выпускать. Мы приобретем слона обязательно. А лучше не девять. А лучше, на котором мне бы хотелось остановиться. Может ли человек стать богом? С одной стороны, есть такое представление современных язычников, что вот мы уже есть боги. Надо только осознать это и начать вести себя соответствующим образом. Я хочу сказать, что это вообще позиция язычников, которые индивидуалисты. как правило, насколько я понимаю, такие язычники редко входят в общины и коррективы. Они настолько боги, что им вообще говорят, ну а зачем им люди, я сам бог, я тут чудеса сам творить, а зачем вообще я договорюсь сам с кем надо, все себе чудеса сделаю и так далее. Конечно, боги дают нам образцы, и с этой точки зрения мы можем стремиться к богам как раз сам определенного совершенства, определенного достижения. Это совершенно правильно. Но мне кажется, что вот эта позиция содержит определенный элемент сознательства и тщеславия, когда человек говорит, что я бог, или я уже бог, и ты подумай и стань богом, ты пока еще не дорог, ты еще не бог. Моя точка зрения такова по этому вопросу. С другой стороны, мы знаем из мифологии, что да, люди, достигшие определенных достижений не в личном плане, а в плане родового плата, в плане служения своему народу, в плане служения богам, да, могут подниматься до таких усон, когда боги принимают их в свой божественный род и переходят как бы с природа человеческий в божественную природу. я полагаю, что это в том числе и те покровители каждого народа, с которыми мы знаем, для нас это Святослав, для нас это, я думаю, что многие замечательные полководцы и люди, которые сложили головы, сражались за нашу родину, я не буду перечислять их имена. Не важно даже, что это были люди, может быть, православные или атеисты, важно, что эти люди внесли свой вклад и я полагаю, что они достойны того, чтобы мы их почитали как покровители нашего народа наряду с богами. И это правильно, если бы у нас помимо конкретных богов наших славянских был целый ряд таких покровителей, которые близки богам и входят в семью в ближайшем году. Ну, как там, у Греков был Геракл, Ясон, и так далее. У нас тоже должен быть такой ряд людей. Один из вопросов, на мой взгляд, достаточно важен, как же быть богами национальными, если боги национальны. Мне кажется, что есть национальные покровители, есть покровители народа, и эти покровители, они действительно можно считать богами, но есть боги универсальные, и я полагаю, что многие народы именно обращаются под разными именами к универсальным богам. Познать их универсальную природу мы, вообще говоря, могли бы попытаться через изучение нашего восприятия этих богов. Насколько современные язычники готовы подобного рода испытаниям и экспериментам, я не знаю. Отдельные люди готовы, но многие не готовы, потому что, вообще говоря, в том числе, косо смотрят на науку, к сожалению. наука дана нам богами, когда это языческий дар, и мы должны пользоваться этим даром в полной программе, в том числе в плане исследования богов и божественной природы. А какая именно наука? Вообще это в науке есть разные методы, есть, например, такая наука, как лингвистика. В частности, Велимир задавал на прошлой встрече вопрос о природе языка, о том, что язык сохраняет многие вещи важные для изучника. Что вы вкладываете в понятие наука? Я вкладываю в науку понятие, что есть научный метод, есть воспроизводимый эксперимент, то есть есть некоторые в нашем представлении о богах, если мы имеем каждый из нас опыт общения с каким-то жестким личным опытом, то этот опыт может быть изучен средствами психологии, социальной психологии, то есть мы можем опросить людей, которые имели, допустим, взаимодействие личное с перуном или даже богом, и спросить им, а вот скажи мне, какой перун? Напиши его качество. Наука-то что такое? Вы так не ответили, но вы сказали, что нам дана была наука. расшифруйте, что такое наука и как ей пользоваться тогда. Это аналитика, какой-то алгоритм действий, что такое наука в вашем представлении? экспериментальный метод. Это возможность ставить эксперимент воспроизводимый, то есть воспроизводить его так, что любой человек здесь присутствующий может провести тот же самый, допустим, опрос. То есть это действие, наука это действие. Да, это действие, да. И тот же самый результат. С нами или с другой какой-то количеством людей он проведет этот эксперимент, опрос там или какое-то другое исследование, если говорить о изучении людей, и получит результат статистически близкий с той же достоверностью. То есть если играют дети, то боги как могут вмешиваться, так и нет, поправляя их или давая им какой-то урок. То есть наука это по сути определенная игра с опытом для ума, для чувств. Да, можно сказать и так. Это определенная игра с опытом, который дает нам возможность использовать силы природы для нашего родового блага. В том числе для совместного действия с богами. Время, отведенное время вышло. Я отвечаю на вопрос. Да, ты уже отвечаешь на вопрос. Редюгер, подведи итог своего сообщения. Значит, итог моего сообщения такой. Во-первых, я полагаю, что нам родноверам, родноверам и русским, и скандинавским, и другим народам нужна некая и наука, и философия, через которую можно познавать богов и их природы. Нам нужна теология, в том числе, как инструмент дейного противопорства с нашими дейными противами. Теология это что такое? Теология это, собственно говоря, знание о богах в прямом переводе. Знание именно. И в научном понимании это знание, которое может проверяться научным методом. я понимаю, что применение научного метода к изучению богов предполагает согласие богов на участие в этом эксперименте. Но есть вещи, для которых можно не спрашивать согласие богов. Можно спрашивать нашего согласия в плане исследования нашего личного опыта общения с теми или другими богами. У меня есть личный опыт взаимодействия с Марией. Есть единичный или может быть более чем единичный опыт с Пермоном. С Марией у меня хорошее взаимодействие. С Дарбогом. С Вельсом есть опыт взаимодействия. В разных ситуациях. У кого-то у другого тоже есть опыт взаимодействия. С точки зрения науки было бы правильно собрать этот опыт, описать его, изложить его на бумаге и начать его постигать. используя не спекулятивные рассуждения, занимаются этим христианские богословы, а используя в том числе нормальные научные решеты. это гуманитарные методы исследования, они темны и некорректны. Можем ли мы поставить какой-то эксперимент физического характера, который бы нам что-то сообщил о воле богов? Или мы отказываемся от того, что путем физического эксперимента можно поступить в какой-то диалог с божеством? что в данном случае имеется ввиду физический эксперимент? вот, понимаешь, что ты имеешь ввиду в физическом эксперименте? Ну, случайное выпадение, например, случайное событие. Мы можем попросить богов, чтобы случайная вероятность выпадения орла или решки была, так сказать, при большом числе бросания монеты не половина наполовину, чтобы это отношение сместилось. Я знаю, что такой опыт проводился Налимовым Василием Васильевичем на маятниках. Он брал, скажем так, группу операторов, да, и ставил перед ними задачу некой силы и мысли воздействовать на качание маятниками чистоту, акультуру, да. Налимов в свое время вел по факультете вычислительной математики Василий Васильевич, да. Можно сказать, математик, человек, который занимался теорией вероятности и натостатистике. Это крупный авторитет. Крупный авторитет. И он же, кстати, занимался вопросами и мистиками. Ну и вести и само собой. Просто у него есть целый ряд книг. Я сейчас название не помню. Если ты наберешь Налимов Василий Васильевич, то в одной из своих книг он описывает этот эксперимент и как человек очень серьезно занимавшийся статистикой именно в московском университете, в том числе вопросами статистической обработки большого числа данных, он обнаружил, что некоторым операторам удается воздействовать на поведение матьника. Удается. У меня вопрос очень маленькая результативность, но она присутствует. А как вы смотрите на то, что в нашем мире есть и духовность, и материальность, и то, что богам реально важно, чтобы здравые русские родные люди в данный момент именно времени воплощали свои идеи и мысли через какое-то творчество и продукт. Материализовали, да. То есть, чтобы это было не на уровне только идей, мыслей и каких-то лицей. Серьментов. Да, чтобы вот ваша наука, как вы сказали, действия, анализ. Что вы думаете про это? я думаю следующим образом, что если мы имеем возможность вообще говоря, создавать какие-то современные средства технологические, да, лежат, да, пожалуйста, да, то это вообще говоря, результат, это желание тех самых богов, чтобы мы могли использовать природу для своего родного блага. и насколько как бы дано мне познание, да, я понимаю, что вот есть момент, в который боги очень хотят, но не могут от современного человечества добиться, да, они хотят беречь землю и земную форму жизни, да, биосферу, и в том числе драгоценные культурные достижения нашего разума человеческого, да, на этой земле, но люди ведут себя в том числе взорвавшись в зазнастве и тщеславие и в том числе с подобного рода игрушками так, что губят эту землю и рубят сук, на котором сидят. Вот я понимаю, что это вот некая проблема, это то, что хотят от нас боги. Боги хотят, чтобы мы сохранили эту землю, знаете, чтобы мы сохранили эту природу. Они хотят, чтобы мы сохранили в том числе и свою человеческую природу. Они этого хотят, но они нам дарят возможность пользоваться всеми силами природы. Они уже нам это подарили. Но мы пользуемся этим с такой дурью. Я думаю, что это не наши боги подарили Баб Гэнону. у нас есть универсальные боги, это моя точка зрения. И универсальные боги хотят, чтобы каждый человеческий род, все народы, чтобы они вместе решили эту проблему. Они все хотят. Не отдельные славянские боги хотят, и наши покровители нашего народа. Они тоже хотят. Конфликт человечества это не конфликт богов, это глупость человечества, а боги все благи. Так получается? Я не знаю этого. Скажем так, с одной стороны, я знаю, что традиция говорит, что боги конфликтуют. Об этом говорят разные мифологические источники. Но я в то же время из всех источников знаю, что пожалуй то, в чем сходятся боги практически все, это в том, что земля представляет для них некую общую ценность, независимо от внутренних конфликтов. Вот это я прочувствовал на неком личном взаимодействии с ней. Это все есть мы или нет мы. Я знаю, что некоторые боги вполне возможно хотели бы уничтожить человеческий роман вообще в целом. Не отдельный народ, а вообще всех, чтобы мы не мешали землю сохранять. И как говорит мифология, некоторые боги не раз предпринимали эти попытки очистить землю от человеческого романа. в том числе поэма гильгамиши шумерская говорит об этом. Но не все боги с этим были согласны. Они всегда были защитниками. не не и не и все и вообще я занимаюсь экологией, общественной деятельностью и язычством. Почему? В общем, да, боги весьма притворечиво дают человеку научное знание. То есть, всяк познающий, он должен понимать, что он стоит перед норацией проблемой, но он старается это допустить. Вот на Вересов день у нас был обряд, как у многих других общин, и мы вышли в лес, каждый со своими вопросами. Я не знал, с каким вопросом я иду. Я обращался к Вересу, я искал этот вопрос, я просил его самому сказать мне, что самое важное сейчас. В данный момент, 15-го числа, в воскресенье прошедшее, и я не знаю, может быть, кто-то тоже проводил обряд, видел, что происходило, и может, на 2-е происходило то же самое. Я не знаю, я вообще говорю, не знаю, да? Происходило буря, происходило перемена совершенно. Да, я могу сказать, что когда мы шли на обряд, бури не было. Мы шли в зону отдыха битцев, знаете, там была лыжня, да, там вот та самая, там груда, да, вот. Была спокойная, нормальная погода, мы вышли к небольшому пруду, и как только мы принесли заговор на огонь, разперекрыла, у нас ту золу, зола, вершины с осем закачались, и началось. И оно продолжалось, и вот в момент, когда мы уже там, значит, расходились по лесу, да, в поисках каждой своих ответов, что-то меня заставило спуститься в пруду непосредственно, и я почувствовал, что мне надо прислониться к березе. Я к ней прислонился, и передо мной неожиданно открылось солнце, пробивающееся лучом через облака. И прямо буквально в короткие минуты облака стали рассеиваться вокруг солнца, и появилось небо. Мне пришел, вообще говоря, некий ответ от Вереса, на вопрос, который я, вообще говоря, давно хотел бы, вообще говоря, услышать, да, и спрашивал, и в том числе с Веренером общался на этот пример, и со мной и другими языками, вот. Я получил ответ, люди хотят, чтобы на Руси возникла родоверческая религиозная организация. Продолжение следует...